МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из специализированных организаций ООО «Газпром» газораспределения «Ульяновск», которые в целях обеспечения безопасности проверяют состояние бытовых газовых приборов в домах и квартирах потребителей, информируют граждан о сроках и порядке проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках соответствующего договора. На сегодня, к сожалению, не все понимают ответственность свою за безопасность пользования природного газа. Для этого мы сегодня проводим уже не первый месяц кампанию по рассылке выдавлений с газными письмами тем абонентом, с кем у нас включены договоры на техническое обслуживание, где прописываем, в какое время мы готовы к ним прийти для проведения технического обслуживания, в какой день, или же по их желанию они могут нам перезвонить и назвать в другое время, в другой день, когда они могут нас принять. Рейды газовики проводят по всему городу. В железнодорожном районе жительница одного из частных домов вовремя обеспокоилась о состоянии своих бытовых газовых приборов и обратилась к специалистам за техобслуживанием. Да, они все проверяют, все смотрят. Сегодня вот были, все прочистили, у меня одна комфорка немного барахлила, они наладили, все сделали, я довольна. Кстати, в ходе рейдовых мероприятий специалисты проверяют наличие абонентов приборов учета газа, обследуют их техническое состояние, информируют о правилах эксплуатации. Все в рамках исполнения действующего федерального закона под номером 261. Какой категории потребителей нужно установить газовый счетчик? Зачем и в какие сроки? Эти и другие вопросы обсудили на совещании, которое прошло в офисе ООО «Газпром» газораспределения «Ульяновск» на Гагарина, 30. Собственники жилых домов, а также помещений в многоквартирном доме, отапливанные с использованием газоиспользующего оборудования, максимальный объем потребления газа, которого составляет 2 метра кубических и более в час, обязаны совершить действия по оснащению данных объекта жилого фонда приборами учета газа. У жительницы многоквартирного дома в Заволжском районе газовики проверили состояние бытовых газовых приборов, в том числе и наличие счетчика. Все в полном порядке. Женщина обратилась в газовую службу, так как хочет быть на 100% уверена в своей безопасности. Пришло время технического обслуживания котла. Созвонились с газовиками, приехали вовремя, аккуратно, бахилы одели. Открыли крышку, пролисосили вентилятор, проверили счетчик, краны, газовую плиту. Женщина осталась довольна работой специалистов и их отношением. Пообещала вызвать газовиков ровно через год для очередной проверки. Но в ходе рейда встречаются и отрицательные моменты. В одной из квартир по улице Локомотивной газовики после осмотра сразу же отключили газовую колонку. Она в аварийном состоянии. И собственнику выдали предписание об устроении нарушения. А некоторые абоненты вообще не пускают газовиков в квартиру для проверки газовых колонок и плит. Люди не понимают, что отсутствие контроля за бытовыми газовыми приборами может обернуться трагедией, отравлением угарным газом, взрывами, пожарами. Придите, пожалуйста, по-позже. У меня нет газового оборудования, не работает оно. Покажите. А ну давайте посмотрим заодно. Ёлки-палки, можете вы прийти чуть попозже? Нет. Я могла в этот день на работе быть. В чем дело? Могли быть, мы работали. У нас такая же работа, как у вас. Я еще раз говорю, предупреждение об проверке. Обязано пропустить нас проверку газового оборудования. Чуть попозже придите, пожалуйста. У такого рода безответственных абонентов сегодня есть меры воздействия. Внесены поправки в кодекс административных правонарушений. Соответственно, к абоненту, который отказывается от заключения договора на техническое обслуживание, либо от его исполнения, то есть препятствует доступу сотрудников специализированной организации к выполнению работы по техническому обслуживанию, могут применены меры административного воздействия. То есть сейчас это штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Вывод один. Быть более сознательными и ответственными. Ведь это несложно. Внимательно следи за состоянием газового оборудования в собственной квартире, чтобы обеспечить безопасность своей семье и окружающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова